Как оптимизировать работу машиниста-локомотива? Что нужно, чтобы исключить воровство топлива? И можно ли обмануть систему учёта? Обо всём в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Железная дорога – совокупность сложных механизмов, инженерно-технических сооружений, работать которые должны как часы. Случись сбоя одного, и все усилия огромной машины могут оказаться напрасными. Железнодорожники, впрочем, люди ответственные, и подводить клиентов или пассажиров не привыкли. Потому всячески оптимизируют работу, внедряют новые или совершенствуют уже существующие системы. И тут на помощь приходят цифровые технологии. Уследить за каждым винтиком огромной махины под названием «Железная дорога» силами только человека едва ли было бы возможным. Никакой контролёр не заменит объективность и беспристрастность бездушной машины, с которой не поспоришь и не договоришься. Для контроля работы машинистов, их эффективности и честности национальный железнодорожный перевозчик внедрил программу. Она и занимается сбором данных, регистрацией параметров локомотивов и собирает ещё множество так нужных в железнодорожном деле параметров. «Сою ДТ» — это автоматизированная система управления энергодиспетчерской тяги. Значит, эта программа начала разрабатываться с 2011 года. Основной целью системы «Сою ДТ» — это снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. И достигается за счёт выполнения точности измерений заправленного топлива и потраченной электроэнергией. И определение автоматического учёта поступившего и расходуемого топлива. И оптимально эффективное управление локомотивным парком за счёт сбережения топливно-энергетических ресурсов. Алгоритм работы системы, в общем-то, не затейлив, если, конечно, не брать в расчёт масштабы внедрения. На локомотиве устанавливаются датчики, они же отправляют информацию в центр управления. Данное оборудование «Сою ДТ» строено в локомотивах и также имеет свои терминалы ПСИ по административным зданиям, где ведётся учёт работы локомотивных бригад. Учёт работы данное оборудование позволяет непосредственно проводить учёт рабочего времени. Благодаря внедрению системы данные с любого локомотива, в какой бы отдалённой точке страны он не находился, становятся доступны тем, кто по долгу службы этими данными должен обладать. После внедрения системы у людей, имеющих доступ к топливному баку тепловозов, напрочь отпали охота, да и сами мысли о том, чтобы слить горючее. Таковой факт будет мгновенно зарегистрирован безжалостной системой, после ситуации следует. И тут уж возможности сослаться на чрезмерную перегруженность состава, длительную стоянку или долгую поездку в горку не представится. Бездушная система шансов на обман не оставит. Сливать электроток с электровозов, конечно, вряд ли кому-то придёт в голову, но система фиксирует и его потребление. Слишком большой расход – свидетельство системной ошибки, которую, конечно, нужно исправлять. Мы достигли 13% экономии от того уровня, когда у нас не было СОИДТ. И на сегодняшний день по объёмам перевоза, которые были в сравнении с объёмом перевоза до того, до внедрения СОИДТ и объём перевоза, который сегодня, сопоставимые цифры, то 13% – это экономия топлива нам дала внедрение СОИДТ. 7% экономии мы получили от внедрения СОИДТ – это по электроэнергии. Поэтому система сама по себе имеет очень большой потенциал. В ней сконцентрирована довольно очень большая объём информации, которую можно получать. Это цифровое решение уже помогает железнодорожникам ещё и начислять зарплаты в планах дальнейшей модернизации и переход к и вовсе безбумажному производству. Цифровые технологии всё прочнее входят в нашу жизнь. И несмотря на опасения некоторых по поводу того, что искусственный интеллект в один момент предпримет попытки доминировать, пока он всего лишь надёжный помощник человека. Цифровой Казахстан – жизнь каждого из нас существенно, пусть иногда и незримо, облегчает. А узнать о том, что ещё интересного он в эту самую нашу с вами жизнь может привнести, вы и смогли из этого выпуска программы «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова